Плановое заседание городской антинаркотической комиссии началось с обсуждения дополнительной занятости детей. Руководители каждого образовательного учреждения рассказали заместителю мэра Ирине Романец о досуге своих воспитанников. Ведь только полная занятость школьников позволит оградить подростков от нежелательного времяпровождения. У нас четыре основные формата занятости. Это те учреждения дополнительного образования, которые находятся в системе образования, в системе культуры. В Сучи созданы все условия для того, чтобы подростки интересовались не вредными привычками, а полезным досугом. Бесплатные кружки, секции, посещение клубов, участие в тематических проектах и акциях. Все это активно реализуется на курорте волонтерами и представителями молодежной политики. Тем не менее, беседы по профилактике и пропаганде здорового образа жизни должны проводиться в образовательных учреждениях регулярно. Ведь с каждым годом количество новых видов наркотических средств увеличивается. На сегодняшний день это более тысячи разновидностей. Как отметил в своем выступлении руководитель сочинской службы наркоконтроля, основные каналы поступления дурмана – почтовые посылки и транспортные узлы. В ЦКН России предпринимаются все меры по стабилизации данной обстановки, выявления преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств на территории нашего города и Краснодарского края в целом. Работа ведется нашей службой довольно успешно. Одним из примеров стал приговор преступной группе, которая пыталась перевезти из Москвы в Сочи более 7 килограммов синтетического наркотика. Общий срок лишения свободы для участников группировки превысил 100 лет. Работу по предотвращению распространения на курорте дурмана сотрудники наркополиции проводят регулярно. Так, за прошлый год на курорте было изъято более 64 килограммов разнообразных наркотических средств. И уберечь подрастающее поколение от смертельных соблазнов возможно только совместными усилиями.